Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь партию в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm за Канаду. Если ты не видел первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Честно тебе сказать, я не думаю, что ты меня обгонишь по науку. Я думаю, что я гораздо быстрее. А у нас не было ограничений на осадные башни с мушкетерами? Так, а что это за перекупание с Женевы началось? По стандартным правилам запрещено использовать башни и таран с танками. Нет, нет. С мушкетерами. Тогда почему-то с мушкетерами с осадной башни ходят. С мушкетерами, когда вышло возрождение, то есть имеется в виду, что у тебя есть возрождение бомбарды. Вот, вперед. Француз, убирай осадные башни. Будь честным игроком. Блин, мне этих писателей некуда засовываться. Слушайте, а проверьте вообще, а может она уже не работает в этом дополнении? Ну, просто ты не нападай, а наведи мышкой там с юнита. Просто проверить. Может она уже перестала работать. Он строился у меня там два хода. Почему бы и нет? Сейчас как подрастем в Торонто. Так, давайте Виктора. Собственно, в Торонто и нас... Ну, опять, ну, стеология практикать из этого ужасно. Или в Гамильтон. Не, в Гамильтон не хочу, там хреново. Давайте в Торонто. Так, гильдии открыты. Меняем первый посол. И плюс сто процентов к производству морских юнитов. Значит, сразу здесь отправляем в Наску и в Арму. Один хочет торговый путь, другой... Озарение для судостроения. Ну, Арма где-то далеко, да? Да, вообще торговый путь не добежит. А вот здесь давайте озарение для судостроения организуем. Значит, галера. И еще одна галера. В очередь. Так. Один ход, один ход. Постройте Аквитук. Нет, давайте банковское дело лучше открою. О! Египет. Математическую службу. Здесь надо вырасти, чтобы до четырех жителей, чтобы священное место еще одно я мог построить. А вот в Оттаве я как раз сейчас еще смогу. Вот на этих клетках надо ставить. На этих двух. И тут надо обрабатывать эти леса, лесопилками. Треманджаро надо обработать. Кто атакует? Надо как-то поставить тут, может, на холм. Вообще вот сюда может действительно город какой-то все-таки привезти. Я вот сюда, да, хотел? Все, средневековые ярмарки тоже ускорены. Поехали в торговую республику. А здесь... А здесь... Так, судостроение, контрфорс и потом каравеллы. Две гавани построены. О, что это я могу по океану плавать? Не понял. Это у канадцев такой бонус или это какой-то... Слушайте, а что это у меня корабли могут плавать по океану, хотя я... Не открывал картографию. Может быть, этот, как его знает, Великий Титоводик? Нет. Тогда бог его знает. Вот я и удивляюсь, что-то не пойму. А, француз, француз. У меня города бесполезные. Давай заключим мир, ты будешь там качаться, дальше развиваться. А я буду даже с другой не отставать. Как тебе такое продолжение? Ну давай, два города, нам, два города. Нет, я к тебе не отдам. Зачем не к тебе отдавать? У меня это... Ты их... Ну, сейчас пока не берешь. Ну, ты их пока что не берешь. Так вот, тебе эти города абсолютно ничего не дадут. Не, ну сейчас Виктор сядет, тут жилье будет, стены, водяная мельница, все не надо, запретный город, ванны, строители. Блин, надо... Ну, как я мог вообще раньше решить в священные места идти, если у меня... Так, не расчет, сама растет. Я только Женеву встретил, а вот эти... Чтоб в темный век не выйти. Священные места очень не скоро. Восемь ходов. Я бы сейчас в темный век, конечно, ушел лучше. Потом в героический. Там что-то в темном веках есть? Какая-то карточка такая приятная? Так, средневековые ярмарки открыли. А, нет, все, больше... Странно, но это же... А, побережье считается. Какой-то глюк с отображением. Обычно вот это по-светлому можно плавать. Тут внезапно темная клетка, но... Ну, надо мокшу брать. И куда? В Гамильтон, по идее. Там священное место купим. Ну, рапануи. Блин, все-таки кто-то сделал религию. Ну, Стоунхенш построил зачем-то, блин. Зачем вот на таком этапе строить Стоунхенш, если ты вообще не планируешь? Я бы построил Стоунхенш, если бы у меня камень где-нибудь был. Варвары утомительные вообще. Так, амбуаз. Сколько вообще у этого француза городов? Городов. Калет, Тулузы, Реймс, Амбуа. Все увидел. Союз заключили, вы фараван это не хотите пускать? Сейчас, сейчас, сейчас. Я уже пустил. Да, ну я, я такого еще в сетевой игре, вот такого расположения. Я видел, у людей бывало много территории, но она хотя бы хорошая была. Так у меня просто туча территории говна. И в этом проблема, я не могу торговать ни с кем нормально, там, караваны посылать, города. То есть тут вот сейчас будут появляться постоянно какие-то... Ну, смотрите, вот что у Египта, всякие горы тут, какие тут кампуса можно поставить, арму захватить. Вон мой караван рядом с кем-то. Это просто, ну, такая печалька. А, все, вижу, я не туда смотрел. Так, что он тут по ресурсам? Видно, ладно. Ну, что там, религию кто-то основал, нет? Так, я стал союзником Наски. Арма хочет в торговый путь. Кинул мир в мир, конечно. Так, 4 хода до апгрейдов каравеллы. Кто тут флотоводец? Говняный абсолютно. Ну, будет в роли скаута, значит. Плюс 2 лояльности. Нафига мне здесь где-то 2 лояльности? Вообще, в принципе. Запретный город, банк, монумент. Давайте торговцы. Швеция, предложение. Тут давайте строителя. Ну, монреаль более-менее отъедаю. Торонто тоже более-менее. Хоть как-то. Здесь надо... Вот тут я везде поставлю... А может, у меня здесь священное место поставлю? А, пока я не могу посмотреть. Еще до 4 жителей. Вот тут, наверное, священное место лучше будет, чем здесь. Вон, желтая ГГшка. Блин, 6 ходов. Я тут сейчас могу в нормальный век опять свалиться. Два... Три очка не хватает. Стоим. Вообще, Винни-Пик неплохой город. Да и Квебек неплохой город. Не, Квебек вообще хороший город. Отличный. Рядом с Килиманджарой. Главное, чтобы Килиманджаро поменьше... Извергалось. Но, в принципе, у меня все хреново. Будем честны. Это какая-то очень хреновая карта сгенерировалась. Поэтому французу пришлось так селиться, просто потому что нечего брать. Может быть, чтобы я не страдал, было бы лучше, чтобы он на меня напал, а не на того француза. Но если я смогу раскочегарить веру, действительно, своими священными местами, то все будет не так уж плохо. Как мне кажется... Как мне кажется... Тут гавань, конечно, плюс три. Священное место. Давайте здесь ставить священное место и в Виннипеге вот здесь священное место поставим. Будем в религию. Будем идти в религию. Что тут с пророками? О, тут Египет на веру пошел, блин. Слушайте, я что-то не пойму. Кто-то ж построил Стоунхендж ходов пять назад. Почему до сих пор религии не основаны? Конго, Конго построил Стоунхендж. Что это, Конго? Конго построил Стоунхендж? А что это за новые приколы такие? Думаю, два хода строился, что мне. Почему бы и нет? Очки. Таковато. Понятно. Ну, сейчас Египет возьмет пророка. Город стал красиво выглядеть. Консус, давай я все-таки помирюсь. Ты же видишь, мне... В этом нет смысла. Ты же видишь, что это слишком долго уже... Я держу здесь. Ну да, у них уже даже одна одна. Уже в Бразилис по науке она еще улетает 165. От того, что захват этих городов ничего не даст. Так ты их еще и не скоро захватишь. Шесть науки. Даже полевые пушки... Четыре науки. У них разлетаются от арбалетчиков. Ну тут еще даже вот... И у француза не так классно с горами, как это и вы. Египта. Вот эти вот города усырить. Вот это мои места должны были бы быть. Тут бы вот цитики, тут кампус, вот тут плюс 5 кампуса. Здорово же. Так, тут мы стоим, чтобы в каравел лапнуться. Поэтому исследование, дипломатическую службу открывать. Так, из Монреаля в Реймс. О, в арму могу. Давайте в арму отправлю. Отлично. И Ереван надо себе... Так, что дает... Ну, Наска дает линии Наска. Квери на соседних клетках. Квери на соседних клетках с ресурсами. Присоединяем к пищи на соседних клетках пустыни и пустынных холмов. Можно построить только на пустынные равнинии. Эту клетку нельзя обрабатывать. Ну... Ну вот тут, наверное, можно попостраивать, в принципе. Ладно, арморсту дает. Монастыри дают плюс два квери, дружественно-религиозные. Юнит на этой клетке устанавливает плюс 15 очков. Ну, то есть можно строить монастыри. Ладно, а Ереван? Апостолы могут выбирать вид повышения. О, мне нужен Ереван. Мне нужен Ереван. Опять появился лагерь. Монреале торговец завершен. Еще можно торговцам? Можно. Священное место. Мы даже, наверное... Так, Пророк 60. У меня два очка. Может, купим святилище? Давайте построим. А купим лучше университет. Блин, 500. 500 это много. Только, конечно, повезло с Калиманджаро. Если бы еще не было Калиманджаро, у меня бы вообще так грустно все было бы. Я бы так плакал здесь. Сколько ходов до темного века? Четыре. А сейчас опять нормальный, небось, выйду каким-то образом. Канада, предложение? Ну, в принципе, можно. Вообще, может, лучше купить поселы и пойти тут город поставить. В Оттаве. Давайте купим в Оттаве. 520. Нормально. Торонто вырос. Можно строить Священное место. Можно здесь плюс один, можно здесь. Но если я собираюсь брать от соседства тундры, вообще тут вот плюс два. Но тут больше тундры вокруг. Давайте сюда поставлю. Валяем. Очередь, конечно. Сначала строителя, а потом этого. Так, давайте я апну до стрелка-разведчика. Пойдем сюда исследовать все. Так. Да. Я даже не скажу, что у этого француза хорошая территория. Другое дело, что... Натем лучше, чем у меня. Перекупание гранады. Строители давайте построим. Какие тут задания от городов Казарапануи порох. Мускат. Маскат, точнее. Дориже тебе эти города. Рыцаря создать. Дорица уже по средствам. Дорица полководца. Это француз говорит французу. Явно что-то тут пройдет. Я бы за пророка проголосовал. Хочешь за меня проголосовать для торговых путей? Это кто? Это Конго. А я вот предложил был наоборот, чтобы бразилицу Конго и египтянину проголосовать за меня. Я как раз между вами нахожусь. Из Англии. Ну. Ну давайте так, давайте. Давайте, может, вы проголосуете против Конго, типа? Против Конго и все. Чтобы он не получал бонусы. Ну, мне не нравится это предложение. Надо против Бразилии голосовать. Нет, я уже не лидер. Лидер уже бразилиц. У него 180 науки вход. Я не знаю, я не вижу ни Конго, ни Бразилию, поэтому я так, чисто наугад. У Бразилица почти 200 вход, у Конго 100 вход. Ну, условно, примерно. У меня, ну, 160. Значит, против бразильца проголосуйте. Ну, против бразильца проголосуете. Сколько у бразильца городов? Сейчас, ради интереса, сейчас посмотрим. Там время тикает, вы сейчас будете так смотреть и упустите возможность проголосовать. О, удваивает очки великого пророка. Вроде договаривались Бразилии с Конго, Англия за британца. В итоге все полетело в Египет. Ну, я голосовал против Египта. Я голосовал против Египта, просто потому что я единственное, кого я там вижу его. Да уж. Ну, не хочу я в Маскат отправлять. Опять надо в Реймс, видимо. Так, значит, я решил вот сюда город поставить, да? А, ну да, у меня сейчас денег не будет, блин. Ну, давайте прямые фруса. Не, даже пошли в Маскат, задумывайся, пока не поздно. Так, в индустриализацию. Ты пытаешься сбрать бы вас в городах? Ну, тут производство в Монреале делать. Ты как минимум глупо. Тут Египта-побережье. Продолжаем торговцев клепать в Монреале. Мокша в Гамильтоне. Ну, я религию буду в Гамильтоне тогда основывать. Что Мокша 100% влияние. Блин, тут какие-то странные прокачки у этого чувака. Плюс 10 к религиозной силе в теологической бедалии на клетках города. Кто в здравом уме будет брать губернатора, чтобы против других религий тут бороться? Эти грани вообще что-то взял Египет. Подождите, кто пророк-то взял? Египет, я не пойму, вы что-то там прикалываетесь с религиями или что? Терри Египет взял пророка, хрен знает, как до сих пор нету религии. Для чего он у меня в обход шел через город и священного места. Сейчас возьму. А как он у тебя появился не в священном месте? В городе что ли просто? Да, почему-то в городе. Киллокис и Ваня. Красиво, конечно, у Египта все. Вот я понимаю, вот у человека место. А вот еще чеченица строится, да. Строим лесопилки. Строители. Может он умел, чтобы, да, или все-таки строители тут клепать постоянно. А к следующим ходам я выйду в темный век наконец-то, да. В Винни-Пеге надо священное место. Канада религиозная держава. Кто бы мог подумать. Никакого бонуса на религию нету, правда. Да. Я не люблю, но, конечно, жили. Вообще, я вижу, что у вас, конечно, примерно равное уже сила армии. Англичанин продлевать будем. Ага. Египет, у тебя там, где твой конь около Квебека и Гамильтона бегает. Там ниже он скаут. Можешь его мочкануть? Спасибо. Не, Меликанс, я экономический союз британцам. Ну, запрещен. Нет, не содержание, а скидка на апгрейд. И откинули британец с тобой, можем любой другой. Так. И можем культурный, например. Или научная. Давай научно. Тут берем торговый путь. Это кто говорит? Каждый новый консимент. Так, да, с американцем. Хотя можно вот это, кстати, взять. Потому что я сейчас буду как раз плавать и все исследовать. Или обращенный вами религию. Плюс два очка эпохи. А тут каждый континент еще до периода плюс три очка. А, давайте исход евангелистов. А, ты с экономкой все-таки. Так, и ставим торговую республику. Вообще, мне бы теперь в теократию выйти. Скидка на 15% за покупку все. За веру. А, ну здорово. Ну, теперь можно назначать. Так. Это пока... Подождите. Давайте, наверное, оставим. Апнем. Да ладно, 95. Даже со скидкой 95 это стоит, да? Дорого. Так, святилище. Что там принял в итоге? Православие, защитник веры. И, ну... Мне это ничего не надо. Давайте разведывательное управление здесь сделать. Мне хоть как-то за счет чего-то надо. Ой-ой-ой, не успеваю. Я не знаю, конечно, как у вас, но у меня настолько дебильно карту сгенерировало. Я думаю, Египет видит. Так, здесь давайте в очередь. Не, ну надо одного апнуть все равно для ускорения литья. Теперь давайте сменим, видимо, содержание юнитов. Дальше, бонус соседства... Сантракоммерции. Театралки... Ну, промышленная... Давайте... Питание, с там слива от тебя есть у него? Дальше, плюс два влияния. Слива от меня как бы Египет. Ну, ты пойду... Так, нет, стоп, Египет. Не стоит один заряд, а пост серьезный юнитов. Франция? А, нет, одна Франция. Нужна Леша за кого-то. Еще кто-то. Чел говно какое-то. Знаете, два очка пророка поставим. У меня слева только Египет. И... Торговую конфедерацию. Снизу у меня Бразилия. Ну, все. Так, у меня из Торонто бегает, а из Оттавы только в Реймс. Может, из Гамильтона должен быть добегать? В Франциях. . Масопилка. Вообще идем в индустриализацию, но промышленную зону я нигде вообще не строил. нормально тогда так а тут видимо надо теологию открывать покупать два храма ускорять монархию леонора нет не не делай глупости на поверить слушай ну хватит каждый ход это я занимаюсь политик 15 годов франции решается так все-таки что я взял в итоге исходы венгелистов мне надо очки эпохи за обращение города в веру мою надо быстрее пророка брать следующим ходом будет пророк храм ну что строим видимо все-таки 7 ходов покупать его дорого здесь отправляем послов женеву что у него университеты 2 построен это будет плюс к науке новый континент сейчас бы получил очки эпохи за нахождение континента брэймс отправляется караванчик а блин я вот это давайте я короче шоу взятую почту и ход уже начал заканчиваться и короче у меня сам у меня на последних двух секундах выстрелся шпион и я короче куда-то тыкну и оказалось что тыкнуть убить губернатора ну да-да-да случайно вышло честно о ну я знаю что это трудно поверить так мед для коммерческого района остается давайте табак обработаем священное место вот здесь построим тут будет бонус за соседство для этого священного места будет идут потом коммерческий район построить поставлю все будет зашибись пошли в божественное право блин чудеса на веру мне кажется мне кажется мне их надо строить не отказом устрою не случайно мне нужны великие генералы чтобы с французом сражаться ты не беспокойся на тебя нападать не буду потому что у меня она как бы на другом фронте война я не думаю что православие будет мне как-то мешать там явно египет просто по остаточному принципу типа могу построить священное место чего не построить а я вот буду конкретненько в религию теократию конечно стоит открыть давайте пойдем в теократию и я возьму а какой у нее нет я бы конечно разве хотя так пророк религия иудаизм конечно же канадский иудаизм так сидишь со света плюс четыре веры совет покупать здание святилища и храма плюс одно жилье храма себе пищи сколько веры вот я бы вот это взял для моих городов храмы священцы производят культуры столько же сколько веры тоже хорошая штука блин давайте хоровую музыку лучше так что здесь здесь стоимость миссионеров и апостолов снижена на 30 процентов он я точно в героический век выйду бразилия предложение а вот и бывшие города боже я уже ход отдал блин тут у венгр проход в одну клетку как ты его захватил я не понял египет тут же проход в одну клетку меня слышно вообще ну и короче тут не поставил юнит никакого или что бразилия стыке там не услышал ты не наш право прохода говорю вот уже отдал у меня не нажимается а окей следующий город не успел поставить да господи тут же поставить юнит вот сюда и все и египет просто не пройдет и там менять их как-то или что воевался кстати классный город стоит защищает этот проход единственный возможный может нужно посмотреть я просто ну как как вот египет захватил венгра а у тебя бразилистом слева есть кто-нибудь лево египет да я не могу понять где треша вошли интересует француз ты уже не знаешь с какой страны пролезть то есть ты это бросил попытки заплатить на анты теперь еще более мусорном городе лорошель нам согласись вообще там тяжело пройти и реки и леса и холмы ну да а лорошель тебе так нужен тебе так нужны эти тундры так эти снега нужны а за ним еще такие хорошие места да еще тундры еще бесполезные снега привет канадец здорова англия дружбу прими ой франция то есть тут скучит как угроза блин ты так настойчиво это попросишь я чуть мир от франции не блин так надо тут обработать здесь лучше сначала холмы еще предложение чтобы убить быстрее у и 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 руинки может сбегать лучником сплавать точнее так священное место в квебеке достраивается храмы мне надо все мои послов отправлять вот в эти города нас к реформация 6 городов это я сделаю кстати прямые паруса я не смогу сделать в армия гуманизм гуманизм это что великого художника тоже не смогу вот у нас к сделаю да мне бы нас к кстати используют порисовать эти линии нас ки надо что-то взять на чужие города чтобы не давали когда буду улучшать еще кого-то станет зензибар давайте короче это давайте считать на следующий ход потому что я перестал успевать храм храм так здесь в очередь тоже храм поставим пожалуй сменю на египет где там относительно себя лишь теократия все еще я относительно него далеко внизу но я вообще хожу сейчас на территории бывшего египта бывший венгрии я около француза который там же далеко египет тогда нет но я его калфанцу за которыми около египта собственно все так мне еще двоих осталось на те критинскую кто там у нас а еще я давно где шпет не зимни так что тут нас к вызывать вдохновение для реформации но пока в ереван отправлю надо будет послов апостолов купить сейчас вот храмы один ход тут это с не два хода еще так или факстом обращается в торонто давайте надо свои города обратить а потом уже будем думать так давайте нас к рисовать табак кстати надо бы мне с францией мир уже заключить кто поделится информация где научные ггшки на этом пока все продолжение партии за канаду запланировано на завтра играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока